приветствую вас всех на своем канале сегодня мы будем делать расклад который предложила людмила филиппова называется он ваша модель поведения в отношениях вот посмотрим когда я говорю отношения я не подразумеваю только любовные а вообще отношения с людьми позиции вы видите перед собой я пока мешаю колоду уэйта классику и таро сумасшедшего дома так и хочу в самом начале сказать о том что да я не делаю в принципе расклада на отношения вот именно на любовь плане того что думает и там не знаю что решила что будет дальше но вот последнее время когда я стала проводить блиц консультации я так или иначе косвенно сталкиваюсь системы взаимоотношений но их никогда не рассматриваю вот именно в контексте того что сейчас происходит между людьми а рассматриваю именно в контексте причины корень тех или иных взаимоотношений вот и очень часто убеждаюсь в том что мы все говорим да мы все родом из детства насколько мало если вообще можно сказать мы знаем друг друга о чем это это о том что если мы не работаем над собой то есть если мы не узнаем себя свои модели поведения свои не стараемся понять причину мотивы своих поступков своих мыслей то мы проживаем по сути все свои детские травмы и все свои детские модели поведения и очень часто говорю на блиц раскладах что тело выросло а мозг либо ребенок который есть внутри нас и он и остался в том возрасте в котором была запечатлена травма и это все мы переносим на наше общение с людьми опять-таки скажу не обязательно это наши партнеры это могут быть просто люди с которыми мы общаемся что это значит это означает когда человек с нами начинает говорить мы так или иначе реагируем на его слова и всплывает в разговоре слова который является триггером для того чтобы пробудить вашу какую-то детскую травму либо ту модель которую вы использовали в детстве с тем или иным родителем либо главным человеком вашей жизни тоже не всех воспитывают родители кого-то воспитывают бабушки тети дяди детский дом улица и так далее и вот по сути получается такая очень интересная модель проекции а нашего какого-то главного персонажа на того или иного человека и в этом и есть иллюзия то есть по сути не зная человека мы услышали скажу простыми словами услышали знакомое слово какое-то и она неосознанно включила в нас память 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 того момента когда впервые зародилась эта модель и дальше мы уже не взаимодействуем с человеком а мы уже взаимодействуем с той моделью которую мы создавали и вот близ консультации некоторые которые проводила да они косвенно коснулись как раз таки отношений вот и видно насколько человек старается выстроить отношения с противоположным полом но у него не получается потому что он в этом противоположном поле видят одного из своих родителей и по сути он не разговаривает с человеком он разговаривает с тем своим родителям и это создает как раз таки огромную проблему поэтому когда люди приходят ко мне на блэц кто уже был на блиц консультации заметили наверняка что я говорю о том что отвечу на три ваших вопроса и в принципе ставлю рамки 10 минут но я не укладывать здесь минут во первых потому что мне это нравится и когда я нахожусь потоки я не могу себя ограничивать а во вторых вопросы которые люди задают а это это ширма это такая некая поверхностная грань а я люблю копать и вы это знаете и мне важно докопаться до корня до первого причина и поэтому я вопросы которые вы задаете их переформулирую во первых под себя чтобы мне было понятно да что именно смотреть а во вторых я стараюсь найти суть найти корень в этом вопросе то есть если например кто-то спрашивает по поводу переезда получится не получится как это все будет разворачивать то я обязательно уточню а что послужило причиной этого переезда причем причина не просто что кто-то кому-то предложил или вот мне захотелось либо меня не устраивает финансовая сторона вопроса в проживании в том или месте а именно причина что сподвигла на это очень глубокая психологическая причина то есть это может быть какое-то неудовлетворение но неудовлетворение физическим миром до нашим по нашей зоной комфорта либо тем местом проживания это следствие причина в чем-то другом вот это что-то другое я и стараюсь искать на близконсультациях вот и меня очень-очень радует что люди приходят уже действительно с такими более осознанными вопросами уже нет такой инфантильности и какой-то вот детскости вопросах не потому что вопросы детского характера они какие-то неинтересные для меня просто потому что в них нету ответственности да когда человек перекладывает ответственности говорит о том что ехать не ехать стоит не стоит делать не делать вот это вот эти вопросы для меня они инфантильные почему как человек я конечно же понимаю да что есть некое такое сомнение да у каждого из нас как потому что мы все хотим гарантии другой стороны инфантильность здесь заключается в том что так или иначе выбор зависит от нас и когда мы задаем вопросы вот именно в таком формате то по сути мы показываем том что я не способен определиться с выбором то есть у меня нет ответственности я не беру ответственность за свою жизнь я ее перекладываю на кого-то да то есть дай мне ответ а потом я уже подумаю что и как и вот это как раз ки детская позиция да потому что мы всегда ожидаем что будет такая рука поддержки папы или мамы который нас возьмет и приведет через дорогу да потому что я сам не уверен что я смогу перейти через дорогу я не знаю правил я еще маленький да и я вот не способны и эта проблема очень многих людей на земле вообще до очень мало людей становится ответственны за свою собственную жизнь на все время кажется что у нас нету выбора но выбор у нас есть безусловно в рамках но выбор делать или не делать он присутствует вот что делать это возможно прописано но делать или не делать и поступать как поступать это вот в этом есть свобода выбора и мне нравится что последние вопросы на последний близ консультациях особенно тех которые касались вопроса самопознания показали мне как разки что у людей уже крайне мере кто находится у меня на канале приходит на близ консультация все больше и больше появляется вот это вот желание на повзрослеть желание быть соответственно за свою жизнь разобраться это вот для меня это прям очень-очень радует такое вступление сегодня мне захотелось сделать потому что тема такая да наша модель поведения в отношениях вот и в принципе я неоднократно говорила о том что слово род я не совсем понимаю не совсем воспринимаю для меня скорее всего для человека у которого больше так скажем научный склад ума который оперирует понятиями и причинами и следствий логическими какими-то цепочками понятия рода не совсем находят какие-то вот логические объяснения поэтому я предпочитаю использовать скорее всего может быть это одно и то же не знаю терминологию такую как генетика это это в малом процессе в малом проценте и в большем проценте я бы сказала это воспитание то есть для меня воспитание кто которые нам передают наши родители а поскольку их воспитывали их родители то по сути вот это вот если бы я давал какое-то объяснение слову род для меня это и было бы то есть некая такая память о о моделях поведения которая передается от одного от старшего поколения младшему поколению да но это не что-то такое там я не знаю с тонкого плана а для меня это я это называю воспитанием да то есть то как воспитывали меня вот эту вот модель я и передаю по сути своим детям поэтому дети похожи на одного из родителей и характер по сути берут характер одного из родителей либо своих бабушек и дедушек почему потому что родители все равно являются носителем той информации которые они получили от своих от своих родителей то есть от бабушек дедушек наших детей поэтому модели которые мы будем рассматривать не удивляйтесь если они в чем-то будут похожи либо на тех людей которые вас воспитывали либо на тех людей которые очень сильно повлияли на вас поэтому мы говорим о том что выражение вот это вот покажи мне кто твой друг и я скажу кто ты не случайно потому что нас формирует наше окружение наша среда и если мы хотим измениться то у нас есть условно два варианта первый вариант когда мы осознанно идем по этому пути и мы выявляем какие-то свои слепые места слепые места свои какие-то модели убеждения свои ценности то во что мы верим и начинаем это прорабатывать и второй путь более так скажем ощутимый земной и проявленный это наше окружение то есть если мы хотим поменяться нам нужно просто поменять окружение нам нужно попасть в ту атмосферу того человека которым мы хотим стать то есть если допустим мы хотим стать финансово успешными людьми нам не нужно вот на мой взгляд не нужно куда-то ходить и чему-то учиться нужно просто попасть в ту сферу где присутствуют люди с мышлением не с жизнью с образом жизни а именно с мышлением тех людей которые умеют зарабатывать и именно попадая в эту атмосферу в это окружение мы под их влиянием перенимаем повадки таких людей повадки мысли причем это можно заметить тогда когда например поступаем не знаю в университет и люди которые люди которые живут в общежитиях да то есть приходишь вроде бы со своим каким-то характером через некоторое время начинаешь перенимать повадки тех людей с кем ты сожительствует либо это очень забавно смотреть на маленьких детей которых отправляют куда-нибудь там бабушки и дедушки да на природу вот а потом приезжает родители забирать и видит абсолютно другой ребенок да то есть он может там я не знаю ходить как бабушка дедушка да так раскачиваясь какие-то повадки перенимать вот это как раз и есть влияние поэтому в контексте нашей сегодня тематики отношений если мы что-то хотим изменить своих отношениях то первично нам нужно найти то окружение тех людей на которых мы хотели бы быть похожими и с ними больше общаться не в плане узнавать а как там создать счастливую семью либо там как должна себя вести женщина либо как правильно коммуницировать вообще с людьми да чтобы меня понимали а нужно быть просто наблюдательным и смотреть что делают люди у которых получается то что нам нравится в принципе этим и занимается нлп нейрорегистическое программирование да которая берет повадки тех людей на которых мы хотели бы быть похожи и старается их воссоздать вот такое вот большое вступление наверное сегодня но мне просто очень захотелось сказать об этом и так мы с вами приступаем а людмилу благодарю филиппову за идею к сегодняшнему раскладу позиция номер один тоже можете вставлять свои идеи под видео если мне понравится тема я ее обязательно сделаю а мы с вами приступаем давайте посмотрим вообще в общем ваша модель поведения в отношениях неважно с кем вообще как вы себя ведете с другими людьми так восьмерка педакли и колесо фортуны я бы сказала так ваша модель поведения адаптивная вы адаптируетесь под ту ситуацию либо под того человека с которым вы взаимодействуете то есть вы проявляете некое такое мастерство в зависимости от того вот по обстоятельствам вот так скажу с кем вы общаетесь здесь нету какой-то одной конкретной модели а скорее всего здесь бывает либо какая-то цикличность присутствует повторность но это может касаться вот какой-то одной конкретной сферы а почему потому что мне здесь видится то что вот вы как будто вы человек в разных сферах при взаимодействии с разными людьми ведете себя абсолютно по-разному но при этом цикличность она присутствует и модель присутствует все хочется сказать зависит от количества ресурсов и энергии которые у вас есть на данный момент ваша модель поведения она в основном зависит от вашего эмоционального фона на насколько вы ощущаете себя в безопасности когда вы находитесь в расслабленном состоянии когда вы общаетесь с теми людьми с которыми вам комфортно приятно вы себя ведете по по одной такой модели которая вот я могу сказать как бы на автомате да то есть она вам понятна возможно там с уважением с пониманием с неким таким интересом то есть это то чем вы владеете но стоит вам включиться в взаимоотношения с людьми где присутствует пятерка мечей и луна вы абсолютно меняетесь вы становитесь другим человеком то есть там где есть некая критика там где есть колкость там где присутствует что-то такое непонятное расплывчатое мутное с какими-то подтекстами что-то не проясненное это вызывает у вас очень сильное беспокойство и тогда у вас появляется желание прояснить эту ситуацию и желание знаете вот некой такой защиты защита именно своих ценностей то есть как будто бы включается некая такая оборона и вы ваш иерофант он превращается в дьявола вы становитесь очень таким знаете жестоким в некой степени человеком может быть даже фанатичным который старается отстоять свою точку зрения но здесь вот скорее всего просто знаете вот как собаки напуганная собака чем больше она напугана тем больше она гавкает вот у вас как будто бы появляется такое что вот вам надо отстоять отстоять себя здесь очень сильный страх появляется и первое у вас желание желание уйти желание сохранить свою энергию ощущение того что в вашей вообще в общем ваших вашей модели поведения да с людьми вы как будто бы ведете борьбу за энергию то есть если еще расскажу если вам хорошо вы чувствуете прилив энергии вам комфортно вы в этой сфере будете либо вот в этом в этой атмосфере в этом окружении находиться стоит вам почувствовать как как знаете как атмосфера как будто бы накаляется когда не совсем понятно здесь ключевое слово ваше внутреннее состояние эмоциональной тревожности волнения а тогда вы как будто бы ощущаете вот я не знаю некое такое посягательство на ваше внутреннее пространство на вашу на ваши границы и первое что вы начинаете делать вы сохраняете свою энергию да и как будто вы начинаете отстаивать отстаивать свою позицию включаете возможно какие-то морально-нравственные модели вы про это можете говорить например там так делать не надо да это нет как будто бы призываете людей к совести на что-то такое и сразу стараетесь уйти сразу старайтесь уйти сохранить свою энергию вот вы прям на энергетическом уровне это все ощущаете еще еще какая модель но у вас интуитивно интуитивно вы выбираете да по верховные жрицы двойки жезлов интуитивно вы выбираете что что вам нужно сделать что как как вам нужно себя повести но здесь вот если смотреть суть и корень до этой модели вы как будто бы все время старайтесь защитить своего внутреннего ребенка здесь сразу вы на чеку и вы сразу можете использовать любые способы манипуляции влияния на другого человека у вас сразу вы как будто бы мобилизируетесь да и включается как в критической ситуации ваш ум и он хаотично начинает искать ответы на решение да как вам поступить то есть вы стараетесь решить сложную задачу для себя я могу предположить что здесь вообще все что связано с коммуникацией для вас это вот один огромный огромный ревус вы все время находитесь на чеку так как вам проработать вот это вот знаете на самом деле здесь фонит некой такой неуверенностью за ширмой сильного человека безусловно у вас огромные потенциалы энергетические и поэтому возможно очень часто вы ощущаете вот это энергетическое нападение на вас от других людей опять нос начинает чесаться вот но за вашей силой скрывается именно какой-то вот ребенок некая такая незрелость почему потому что вы все время ощущаете себя в опасности знаете ожидание некого такого подвоха как будто бы не знаю некой настороженности да что вот сейчас люди будут как-то нападать на вас и вот говоря то что я говорила в предисловии вот здесь вот это очень ярко выражено это детская какая-то модель не знаю может быть осуждение может быть претензии может быть критики в ваш адрес да может быть наоборот какого-то вот норовоучения может быть какое-то вот подавление моральное что при первом же ощущение с вашей чуйкой прекрасной того что что-то идет не так вы начинаете тревожиться вот это вот тревожность она сразу настораживает вас и говорит о том что либо надо быстро-быстро уходить либо надо здесь призывать морально-нравственным к совести другого человека хорошо как вам проработать не модель саму а именно вот это вот чувство настороженности я не думаю что вот вы все время как этот серенький зайчик боитесь потому что это было бы забавно если бы большая медведица боялась ну и тряслась бы как зайц да то есть чисто даже визуально это кажется вот не совсем совместимо но вот здесь вот примерно то же самое да либо какой-то вот слон большой какой-нибудь огромное-огромное животное которое боится либо трусливый лев да вот здесь что-то такое считывается по энергии я бы посмотрела как вам проработать именно вот этот вот здесь есть какой-то сигнал опасности вот коммуникация для вас она опасна вот чего вы здесь боитесь вообще в коммуникации ну вот пашкубков и выпадает второй раз вы боитесь эмоциональной эмоциональной боли я бы так сказала некой такой травмы вот пашкубков это ребенок в чистой воде да у нас много пожей вот но только пашкубков он прямо показывает вот эту вот ранимость чувствительность человек который начинает познавать мир через любовь и когда ему не уделяет внимание да когда ему не выражают свою любовь этот ребенок ощущает себя ненужной никчемным и вот вот это вот чувство невостребованности да недолюбленности вы знаете здесь присутствует вот это вот мягкость ранимость которую вы как будто бы вынуждены все время защищать потому что такое чувство что на нее периодически во взаимоотношениях в коммуникации посягаются но это вот ваше такое субъективное восприятие поэтому вы ее вот этого внутреннего ребенка защищаете а что послужило именно вот этой причине то есть вот конечно же ну на большую аудиторию сказать какая травма была я сейчас не могу у каждого своя здесь будет вот что-то послужило то что вы вынуждены этого ребенка все время охранять защищать выпадает маг боитесь пасть жертвы манипуляции вы боитесь впасть вот в какую-то знаете зависимость такое ощущение стать рабом не знаю почему я так сказала но у меня просто картинка такая была да как человек который становится рабом человек который кому-то прислуживает и не имеет права своей собственной права выбора да права своего своей собственной свободы и вот здесь такое ощущение что я не знаю может быть в детстве у вас было ощущение того что вы являетесь некой такой прислугой принеси подай и когда вы как-то вот знаете не знаю противостояли этому и говорили что нет не хочу или еще что-то у вас подавляли там я не знаю силы своего авторитета силы возраста разницы в возрасте в статусе не знаю и вот это вот все время подавление вот оно как раз таки проявляется во взаимоотношении с людьми у вас очень ярко которые каким-то образом либо старше вас по статусу либо энергетически сильнее вас вот вы всегда будете чувствовать себя настороже с этими людьми чтобы они вас в кавычках не поработили чтобы не стать жертвой этих людей вот здесь вот вопрос именно на энергетическом уровне да очень ярко проявлен хорошо как вам давайте теперь посмотрим как вам проработать скорее всего на что нужно обратить внимание десятка монет здесь как раз таки речь идет о принятии некого опыта людей старше вас либо принятия некого такого наследия когда одно поколение уходит из жизни и следующее поколение стоит перед выбором либо признать наследство того поколения которое ушло либо наследие вот либо от него отказаться идти своим путем но это будет намного дольше так как так или иначе придем с возрастом к тому что когда-то можно было перенять у уходящего нами поколения то есть здесь речь идет непосредственно о семье то есть как будто бы нужно вернуться снова к истокам вашей семьи так и отшельник здесь выпадает и найти ответы внутри вас ну вот здесь вот прям сразу такая подсказка знаете искать ответы внутри вас через медитацию либо через какие-то глубокие вопросы философские с членами вашей семьи старшим поколением да для того чтобы понять и разобраться почему они то есть мотивы их поведения почему они так вели с вами то есть вам не себя надо понять а вам надо понять почему тот человек который стал причиной вот именно вашей такой модели поведения почему он себя повел в тот в ту минуту в тот момент когда все происходило здесь нужно именно абстрагироваться от этой картинки да и вот посмотреть на себя со стороны третьим как третье лицо не включаясь ни в ребенка ни в взрослого а посмотреть со стороны и увидеть мотивы каждого из главных персонажей этой истории почему потому что здесь такое чувство что вы проигрываете все время свою модель да то есть вот я то что я говорила в вступлении да я маленький ребенок то есть вы уже может быть взрослым человеком но в вашем сознании вы снова возвращаетесь в ту ситуацию маленького ребенка которому можно повлиять который как будто бы ну в кавычках безвластный бесхребетный что ли вот и у него как будто бы нету прав вот но так поступает именно маленький ребенок и вот во взрослой позиции здесь уже взрослом возрасте да вы почему-то выбираете именно эту модель то есть здесь присутствует понимаете присутствует некая такая несостыковка вы уже взрослую вас есть право поступить так как вы хотите сделать то что вы хотите отказаться не отказаться это ваше право но вы почему-то вот своей вот в этот момент включаетесь именно в позицию проекции вот того маленького ребенка то есть вы поступаете не как взрослый сейчас а как маленький ребенок тогда и вот здесь вот чтобы так не поступать вам нужно увидеть свои мотивы и мотивы тогда задействованного взрослого в той ситуации ну каждого у вас своя будет ситуация и понять не только себя но и понять взрослого и посмотреть на это со стороны и тогда у вас придет вот это вот осознание почему для чего все это произошло и именно вот это вот глубокое осознание по отшельнику и десятке педаклей оно поможет вам изменить свою реакцию на то как вы поступаете сейчас то есть вот именно на на эту тревожность на это безопасно потому что понимаете здесь как что получается здесь включается триггер да то есть пока вы хорошо пока вы общаетесь да вам все понятно вам комфортно вот но стоит только появиться какой-то ситуации немножечко мутной немножечко непонятной либо с какими-то подтекстами вы сразу собираетесь вы сразу пугаетесь и эта реакция она краски вот какое-то слово сказано вы оп насторожились вот вы у вас сразу включается в мозгу то что было тогда реакция она сейчас ситуация она сейчас а вы себя ведете как вели тогда и вам это нужно понять понять здесь нету какого-то другого действия что чтобы сделать здесь только именно через глубокое погружение через анализ я бы так сказала своей своей модели поведения и увидеть как поступали ваши родители потому что вот они тоже как-то вели себя в тот момент ну так как умели так как могли так как знали правильно это неправильно это уже второй вопрос вам нужно увидеть и себя увидеть и другую сторону да вот сторону своего оппонента того важного лица в той ситуации и тогда у вас случится некий инсайт который поможет вам осознать когда вы это поймете то в следующий раз когда будет происходить нечто аналогичное по луне либо критика по пятерке мечей вы сможете словить себя на мысль о том что я сейчас начинаю опять проигрывать этот сценарий мне это не нужно и уже будете действовать по-другому для этого вам нужно быть включенным да то есть включенным это значит обращать на это внимание для этого наблюдения оно очень важно за нами то есть вот осознанность это и есть наблюдение за своей реакцией за за тем куда вы направляете свое внимание это и есть осознанность то есть понимание куда я сейчас на что я направляю свое внимание потому что в большинстве своем мы все-таки к сожалению работаем на на автомате то есть мы не понимаем не не отслеживаем куда мы отправляем свое внимание это у нас была первая позиция такая вот большая большая мы с вами переходим к позиции номер два красненькому камешку двойче давайте посмотрим вашу модель поведения в отношении какая какая она модель поведения в отношении двойка кубков и стремитесь гармонии на десятка жестов девятка жестов да но вам вот трудно вы все время хотите быть таком знаете чтобы все было хорошо чтобы на душе было спокойно чтобы вы знаете в отношении было взаимность причем именно здесь просто полностью всю икону картинку показали я не успеваю описать вы как будто бы стремитесь к тому чтобы вот все было хорошо вот как вы относитесь к человеку да вот этого взаимно чтобы она присутствовала для вас это вот важный момент чтобы ваши отношения они были дружескими чтобы было доверие чтобы было не знаю какая-то теплота чтобы присутствовала близость чтобы в равной степени то что вы отдаете чтобы вы получали но это вот какая-то некая идея я бы сказала да некоторой степени утопия которая невозможна со всеми людьми безусловно вы можете найти себе такого человека я это не исключаю но вот если мы говорим вообще о коммуникации и модель за то к чему вы стремитесь до чтобы вам было хорошо и другому человеку было хорошо но к сожалению мы все разные и поэтому добиться вот этой вот хочется сказать любви такой вот что такого возвышенного это должен быть человек такого же энергетического уровня да и быть с вами в унисон но такого не бывает так часто до либо со всеми людьми и отсюда у вас вот это вот десятка жезлов и присутствует то есть какая-то не на к это трудная сложность то есть вам хочется чтобы вот если вы общаете чтобы вообще не было какое-то вот то спокойствие чтобы человек не дергался никуда не торопился сели спокойно поговорили пообщались по душам пришло логическое завершение нашего общения тогда встали люди да и пошли там по домам ну либо расстались а у нас не бывает так да то есть начинаешь вроде бы разговаривать и тут и телефоны звонят и как-то вот человека отрывает он начинает дергаться либо вы начинаете дергаться и вот то есть вот эти вот внешние какие-то факторы до обязательства либо вот вам хочется просто с человеком поговорить либо захотелось вам обнять его очень тактильны вам хочется человека при встрече обнять и вот вы задумываетесь о том а как допустим ну что человек подумает обо мне что вот я незнакомый человек обнимая когда будет выглядеть со стороны то есть вот такое ощущение что вы как будто бы не можете полностью проявить себя показать себя все время есть какие-то вот внешние факторы вот эти вот дожествования как надо либо какие-то обязательства которые вас ограничивают и вы периодически как-то себя хочет сказать сдерживаете да вы периодически закрываете закрываетесь и не даете спокойно выразить то чем вы наполнены он лишь как-то так это тяжело стало да то хочется такое чувство знаете хочется вдохнуть полной грудью вот у меня сейчас такое ощущение что как будто бы но не получается не получается допустим если хочется порадоваться посмеяться все время как-то с оглядкой на других а что скажут другие что подумает а может быть это неправильно может быть мне потом за это что-то будет я потом буду себя винить и корить нет я лучше себя сдерживать буду то есть вот здесь такое ощущение что вот вы не можете расслабиться если сказать одним словом какое-то вот отношение здесь ваша модель поведения она какая-то такая немножечко напряженная вы как будто вы не можете реализовать какие-то вот свои мысли задумки в контексте коммуникации вот я говорю да как будто бы нет и не знаю что то есть времени подходящее вот фильме что-то не так да что не дает вам вот себя вести так как вы хотели бы все время это приводит вот какому-то знаете разбитому сердцу по тройке мечей здесь на картинке изображен изображена сумасшедшая которая очень-очень любила свою чашку и вот вдруг неожиданно что-то произошло то ли она подскользнулась то ли упала в общем ее любимая чашка выпала из рук и разбилась и для нее это травма это то есть потерять то что я так берегла потерять и или разбилась то что потом не склеится то есть вот это вот душевная травма от того что что-то произошло и я не могу с этим справиться вот это вот ваша модель поведения в принципе что-то случилось и я не могу с этим справиться я не могу здесь девятка жезлов тоже это подсказывает да то есть я отгоняю других людей уходите уходите до оставьте меня в покое я закрываюсь почему то есть девятка жезлов на повторе да почему я закрываюсь потому что я боюсь я боюсь показать себя я боюсь проявить и вот именно показать то кем я есть на самом деле здесь если смотреть как а детская травма дату возможно вот в детстве над вами смеялись мне такое знаете осуждение ведет осуждение найти иногда дети маленькие особенно девочки которые краски то что я говорила вступление наше окружение влияет на нас глядя на маму до которая вот прихорашивается краситься то есть окружение который влияет она тоже хочет да вот все девочки любят кабулки все одевали так или иначе мамины туфли на каблуках и как минимум старались нанести помаду конечно же размазано как вот такое ощущение что знаете маленький ребенок выходит похвастаться посмотри какая я красивая потому что его глазах вот это вот модель материнская когда мама ухоженная красивая свежая пахнущая ароматом и вот она для нее является это эталон красоты она хочет быть похожи на это на на свою маму как пример и вот она вроде бы здесь прихорашивается здесь такая маленькая до пяти лет девочка вот и в этих каблуках сумка которая больше ее вот и с накрашенной помады вот так вот на на все лицо вот она выходит и она ждет одобрения она ждет признание что она самая-самая она принцесса и такая красота которая затмила весь мир и в этот момент она получает такой удар в плане осуждения то есть боже какая ты зачем так накрасилась да зачем ты так вырядилась и вот эта вот модель она может быть и в юности тоже повторяется то есть когда вы хотите показать свою красоту когда вы вот ваше стремление вот это вот выразить себя показать свой внутренний мир свою красоту она не она не воспринимается внешней средой является осуждением почему потому что вот это вот как будто бы ваша красота она не стандартная вот то что вы презентуете хотите показать выразить она не вписывается среднестатистически так скажем уровень массы который вас окружает и когда мы не похожи на кого-то то вот это вот не похожесть вот эта непохожесть она осудима неважно в чем она будет вообще когда человек не похож на иное количество людей либо на общую массу вот этот непохожесть она всегда осудима вот здесь вот эту вот модель вы несете в себе то есть когда вы что-то делаете что не похоже на других это всегда будет восприниматься в штыки и отсюда у вас вот такая тоже такой защитный механизм что лучше я не буду договаривать лучше я не буду показывать вот это не надо причем знаете здесь красота может быть не только внутренние но и физические люди очень красивые очень привлекательны если у женщины очень женственная если вы мужчина то возможно такой знаете в галантный внимательный и это как будто бы я не знаю осуждается либо человек который умеет выражать свои эмоции здесь мне идет такой не будь хлюпиком да вот мальчику говорят не будь хлюпиком то есть не плачь а там не знаю забрали у вас что-то дали бы какую-то вашу поделку ваш рисунок если вы мальчик рисунок как-то судили то есть но мальчики так не рисуют либо мальчики в это не играют не играет в кукле в общем какое-то осуждение и это вот очень сильно вас ранее потому что вы не понимаете то есть что значит мальчик почему почему мальчику мальчики не не недостойные за почему что что плохого в том что они играют в куклы например да либо там в кастрюле готовит то есть вот чисто детское такое недопонимание почему откуда этот стереотип так себя ведут мальчики так себя ведут девочки и вот это вот там либо мальчики не плачут почему разве у них нету души разве нет состояния то почему я я вот не могу это сделать здесь вот такое вот недоумение на мужского пола вот и сейчас как раз таки есть это осуждение но с мужчинами здесь попроще мужчины как-то вот более научились совладать с этим вот женщинам здесь достаточно сложно выражать себя на такая вот модель на я лучше скрою я лучше не покажу я я закроюсь во избежание эмоциональной боли хорошо а очень схожа в как каком-то аспекте с первой позиции вот и в плане защиты но здесь по другому там другая защита здесь другая а друг о другом мы тоже вопрос защиты идет хорошо как вам проработать проработать это пажи мечей как вам проработать но здесь какой-то сценарий вот этот вот действительно есть по восьмерке жезлов да вам кажется что каждый раз вы шагаете в новое но каждый раз вы попадаете в один и тот же сценарий потому что вы как будто бы отказываетесь посмотреть посмотреть правде глаза что вот у вас есть эта травма вы как будто вы не хотите на это смотреть почему потому что вот у вас тоже есть какое-то свое мироощущение и мировосприятие который в некоторой степени тоже является где-то категоричный да то есть вы допустим говорите что я не знаю я вот хочется сказать об чем не идет такая вот манерность этой арината литвиновой да вот я такая я все небесная я вся такая волшебная безусловно возможно вы таким человеком и являетесь никто не исключает но вот вот это вот тоже а ваше желание как будто вы знаете вот не утратить здесь я понимаю здесь присутствует какой-то вот тоже не то чтобы страх а нежелание адаптироваться под эту среду и здесь вы получается так что с одной стороны ваше нежелание по не то чтобы построиться а влиться в этот физический мир сохраняя вот эту вот свою уникальность индивидуальность а с другой стороны этот мир смотрит на вас в виде людей говорит ну сумасшедший да не от мира сего да зачем нам это нужен он изгой давайте мы его изгоним то есть если ты нас не принимаешь да и ты нам не нужен здесь вот как будто бы есть какая-то не не принятие этого мира то есть иерафант указывает на то что я царь и бог у меня есть я прав да вот это вот моя правильность моя вера я ее не собираюсь менять и вот здесь вот говорится о том что вот немножечко не хватает как будто бы а вот этой вот гибкости да а давай я все-таки включу и интересы посмотрю а может быть в этом мире есть что-то в том мире в котором я который я избегаю которые я боюсь что он меня ранит может быть в нем есть что-то что будет так же ценно мне и вот это вот моя уникальность а но а усовершенствует я раскроет еще больше здесь просто чувство что от вы закрываетесь и как следствие ну вы же закрыты от миру но и мир конечно же также поворачивается к вам той же стороной вот и здесь такое ощущение для того чтобы мир развернулся вашу сторону и начал воспринимать вам необходимо включить хотя бы как минимум желание узнать то есть окей свой мир свою свою вселенную я я прекрасно знаю да я знаю насколько я уникальна насколько я красивая душа насколько я изящная и насколько я хочу любви но в какой-то момент вот вам нужно открыться причем даже не то чтобы открыться а заинтересоваться этим миром физическим которым вы живете насколько он действительно ли он такой грязные и порочные либо все же есть в этом мире что-то такое же тонченное как и вы и вот это вот нужно искать вот эту вот любознательность включаясь это открытость к опознанию физического мира она тоже должно присутствовать потому что здесь знаете вот вы вы как будто бы с одной стороны несете этот свет а с другой стороны знаете вот представьте вот у меня с этой стороны да у тебя у меня здесь на балкон вот идет свет да и вы понимаете что вы есть этот свет и вам по идее если вы оттуда несете этот свет да то вы должны смотреть противоположную сторону туда куда вы несете этот свет а вы как будто бы идете в эту сторону в противоположную там где тьма условно говоря там где физический мир но смотрите с оглядкой на свет вы никогда не увидите что здесь потому что ваш взор он направлен на свет а вам туда смотреть не надо потому что вы и так являетесь этим светом вам нужно развернуть свой взгляд для того чтобы через вас прошел этот свет а тут получается свет он замыкается на свете и в тьму он не освещает здесь вот что-то такое надеюсь я объяснила вам понятно . итак последняя позиция позиция номер три зелененький камешек троечки посмотрим вашу модель поведения помню да что это общий расклад если не откликается ничего не резонирует нет нету отклика то это нормально следующий раз будет отклик так ваша модель поведения в отношениях в тройке дьявол дьявол сейчас сюда поставлю микрофон там не тянет по дьяволу я буду светить я буду манить я буду притягивать с целью чтобы просветить с целью чтобы передать какой-то свет какие-то знания но здесь вот какая-то такая знаете как обезьяна которая дразнит она вроде бы заманивает заманивает это знаете по китайскому гороскопу люди рожденные в год змеи в год змеи интересная оговорочка да в год сигра не не могут существовать вместе с человеком рожденного город в год обезьяны почему потому что обезьяна она легкая и вот и она забирается на дерево и может опорожниться на голову тигру нет а тигр такой достаточно тяжелый для того чтобы так и так же легко забраться на дерево и дотянуться до этой обезьяны вот здесь примерно что-то такое то есть модель такая знаете поведение когда вы вроде бы кого-то искушаете да а потом еще и осуждаете типа вот я как будто бы вывел тебя на чистую воду да вот а теперь вот смотри какой ты и здесь мне хочется сразу такое ощущение спросить ну а вам выгода какая а вот вывод как будто бы получаете какое-то не знаю наслаждение удовольствие в этом чтобы показать человеку его теневой аспект безусловно бессознательно здесь задача стоит роста человека до развития для того чтобы найти теневые стороны свои проработал но не все готовы к этому и вот здесь вот вы можете сталкиваться с с некоторыми такими сложностями в коммуникации но в любом случае вы из любой ситуации выходите победителем потому что дьявол он умеет повернуть развернуть ситуацию таким образом чтобы выйти сверху до чтобы выйти из любого контракта из любого договора с выгодой для себя то есть вот у него есть такая способность также модель поведения знаете вот не идет все таки такое знаете вот как некий такой паук который сплел свою паутину сидит и ждет когда добыча сама притянется и вот когда она притянулась тогда уже происходит вот это знаете как-то сама виновата надо было внимательно то есть я никого не притягивала просто расставила свои сети сама попалась сама попал сама виновата теперь пожина и свои плоды здесь вот что-то такое есть но при этом сама попалась ведь не случайно же были расставлены эти сети это ваша харизма человек такой достаточно как магнит который притягивает человек с прекрасным речевым аппаратом который умеет подбирать очень красиво слова выражению умеет говорить так знаете как удав на мышку гипнотизируя своего оппонента здесь человек может быть такой знаете эрудированный искушенный который умеет искушать умеет заманивать умеет давать знаете вот как то вот вы можете сказать то что нужно человеку а можете ему дать то что ему необходимо в этот момент и при этом одновременно как будто вы знаете замутнить замуть замутить как замутнение помутнение разума другого человека такая знаете голос гипнотический возможно вы можете как то вот не знаю либо говорить какие то слова такие вот прям которые тешат самолюбие другого человека дать ему вот это вот чувство что я победитель по жизни либо вас тембр голос очень такой красивый здесь нету звонкого голоса но особенно если это мужской голос такой вот баритон очень красивый бархатный вот здесь такое тоже может быть ваша модель поведения шестерка мечей и повешенный такое ощущение что я иду вперед для того чтобы зависнуть в процессе шаг вперед два назад либо наоборот человек который может приходить к позиции в некоторой степени жертвы такого зависания что ну я же пошел в новое но у меня не получилось в процессе завис это как это лемур да по моему животное это называется знаете так это руку одну поднял для того чтобы зацепиться за дерево и уснул на полпути потом вспомнил что спит да дотянулся вторую руку вот вроде бы я в движении ну зависаю вот как какое то здесь такое а почему что здесь чем связано зависанием ну вот с переменами с изменениями с принятием решения интересно я вроде бы иду да куда то вот вы двигаетесь все время но при этом происходит периодически какая-то остановка и вы как будто вы начинаете пересматривать не знаю что то начинаете делать и зависаете а правильно ли я поступил то есть уже такое ощущение что уже и договора подписали и бизнес уже открыт и уже там поставщики как-то привезли продукцию и надо продавать и вы его и зависли а зачем я открыл бизнес и так это на минутечку алё да мы уже полгода как открыты ты сейчас об этом задумался то есть вот здесь что-то такое но здесь скорее всего это вот ваша модель поведения какое отношение она имеет к коммуникации да вот в отношениях а это является для вас именно ступором в развитии вы можете развивать как коммуникацию с человеком ну то есть может профессионально лично и неважно дружеская вот и периодически как будто бы входить в некий такой ступор я не знаю что делать вот уперся в стенку башкой и не могу понять куда мне идти а надо мне то здесь нету сомнений в плане а нужны допустим там если отношения нужны мне они или нет здесь могут возникать какая-то вот такая ситуация трудности сложности такое чувство что вы в коммуникациях как будто вы спите потом так же мне же на глаза открыли посмотрели по сторонам чё я здесь кто я а ну все без можно не беспокоиться и опять уснули вот что-то здесь такое происходит интересно какая такая позиция ну-ка я еще посмотрю вашу модель на тараса мышцовшего дома что она покажет ваша модель поведения в отношениях с людьми ну аркан смерти колесо фортуны вообще взаимоотношения для вас важны для вас важны по причине того что они вам даются сложно общение коммуникации дается вам сложно либо вы за разрушаете людей либо они как-то вот вы зависаете растворяетесь в людях это бывает не часто но бывает так вот периодически кажется нашел своего мастера да то есть я могу управлять сознанием других людей как там разрушает что-то обучать а потом коп сам попал в какую-то аналогичную нелепую ситуацию аж самому смешно да вы когда мы говорим сапожник без сапог а здесь получается как так я влип в какую-то непонятную ситуацию и мной кто-то управляет и я не могу с этим ничего поделать да возможно это будет касаться личной жизни то есть профессиональной особенно если вы являетесь человеком вспомогательных профессий да когда вы предлагаете услуги то там вы можете быть им прекрасным мастером который трансформирует сознание других людей особенно если надо отказаться от прошлого да вот как-то все что связано с прошлым все что связано с старостью как-то вот это вот отрезать изменить и знает там ремонт что-то сделать но когда эта тематика аналогичная касается вас вот вы замираете вы замираете вы не знаете как поступить держите за голову схватился за голову боже мой что происходит конец света и такая паника и и типа вы сами шоке от себя то есть как такое может быть другому человеку если он был на моем месте вы бы ему план действия расписали сказали что и как а как будто бы это как себе это как кторологи до дороги не могут смотреть себе даже если смотрит все равно мало что из этого понимает если честно вот почему потому что одной стороны хочется прочитать карты так как ты хочешь прочитать с другой стороны ничего не понятно да вот вроде бы если бы это было для другого я смогла сказать о себе нет здесь что-то такое аналогично и опять шестерка мечей связано если он какое-то движение вперед она не то чтобы она не лизерна она какой-то нетрадиционное ваше движение вперед в развитии не то чтобы вы вперед идете а вот вы как-то создается иллюзия того что вот вы как-то развиваетесь вы идете вперед а на самом деле куда вы идете а на самом деле у вас двойка монет выпадает причем а вот этот дьявол он выпадает всегда только тройкам вот смерть до дьявола два ваших аркана здесь таро сумасшедший дом очень интересная такая карта двойка монет стоит сумасшедший и его тень и за ним дверь двери одна светлая и одна темная и безусловно светлая это прекрасное и хотелось бы туда пойти потому что это свет но он настолько ясен и настолько понятен что вот непознанное мистическое дьявольское темное она манит она искушает я хочу пойти туда то есть такое ощущение что когда вы движетесь вперед всегда будут возникать какие-то теневые аспекты которые вас будет интересовать и уводить вас дороги уводить с вашего пути поэтому я сказала что ваша модель взаимоотношений с людьми вообще в общем вроде бы вы идете в период а вы идете на свет но стоит только увидеть в этом свете некую тьму она вас заманила она вас потянула и вы сошли своего пути потом лоб снова увидели а отклонился отравновесие от своего пути и снова надо возвращаться то есть вот вот это периодическое мистическое что-то такое темное готическое она вас манит но такая вот у вас модель поведения вроде бы я иду на свет то что я говорил но это дьявол он все время вас искушает все время заманивает какими-то иллюзиями какими-то обманами даже если вот опять таки говорю если есть все ясно светло и понятно все равно будете искать а вдруг там есть какой-то обман да то есть как будто бы откладываете свое дело то чем вы занимаете и уходите куда-то в сторону вот вас периодически отклоняет в сторону куда вы отклоняетесь в страхи страхи в теневые какие-то свои аспекты эмоции вот вам вам важно проживание то есть когда все светло когда вам вам скучно вот так скажу вам скучно дьявола все время будет искушать говорить а попробуй это а все ли ты попробовал до попробовал ты всех видов шоколад а как насчет того чтобы попробовать там я не знаю белый с клубникой черный понятно поел обычный шоколад а как белый с клубникой или там белый с рябиной а такой ты не пробовал бы да уже больше не лезет этого шоколада но это ведь с рябиной а ты его не пробовал и вы ну ладно давай а потом живот болит здесь как-то как-то делал а который периодически вас искушает девятка монет а вам нужно понять себя вам нужно понять себя вот именно какой-то свою уникальность в чем ваша уникальность в чем ваша изюминка в чем ваша не похожесть ни на кого и на это опираться то есть найти опору именно в себе на 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 вашей какой-то индивидуальности и уникальности и с другой стороны сейчас секунду здесь изображен сумасшедший который строит карточный домик и он настолько достиг совершенства вот именно в оттачивание построение этого домика что он не боится то есть откуда у него произошло вот это вот мастерство и оттачивание то что он не боится разрушить этого домик то что он знает что он карточный завтра я его в любой момент могу снова выстроить и чем чаще я его строю тем лучше у меня получается тем больше навыков я и умение имеет а здесь вот как будто бы знаете такое ощущение что не нужно от чего-то отказываться а здесь нужно расслабиться и понять вот по по аркану смерти как раз таки то что нужно отпускать не получилось отпустил я завтра еще раз попробую даже как-то проще относиться проще относиться к тому что вообще с вами происходит такое чувство что знаете вот присутствует некая такая идеализация по дьяволу дальний такой перфекционизм я хочу создать что-то такое идеальное уникальное как вы сами но здесь вам нужно понять что задача именно не в том что там мир идеален а его уникальность заключается в том что он как раз таки несовершенны и вот чем больше в нем несовершенства то есть в нем больше возможности и шансов до привести этот мир к совершенствованию касательно вас либо взаимоотношений то есть вот здесь вот вот это вот должно присутствовать плане того что не надо допустим людям вот то что вот вы любите делать до показываете не вы какие-то аспекты либо какое-то несовершенство его характера по дьяволу то есть вы видите здесь сторону того что вот в этом несовершенстве да я я покажу тебе как надо да я покажу тебе как правильно с одной стороны это хорошо а с другой стороны вот вести людей к перфекционизму не совсем верно потому что потом смысл то развиваться то есть развитие она предполагает усовершенствование того что несовершенно и очень больше в человеке каких-то несовершенств тем больше шансов и возможности к росту разными путями и вот здесь вам нужно понять это потому что у меня такое чувство что если для вас например человек вот как-то вот он вам не интересен он как будто бы не вашего уровня до либо в нем есть какие-то изъяны несовершенствования вы от него как будто бы отказываете что ли отворачиваете да то есть здесь ощущение некого такого учителя наставника но какого-то не такого не совсем не совсем правильного что ли вот но дьявольского что значит не совсем правильно то здесь нет как хото принятия то есть наставник духовное то который принимает людей да и если что-то во свече подсказывать с целью развития этого человека а у вас вроде бы аналогичный какой-то такой подход есть да но при этом нету вот отсутствует принятие отсутствует вот вы как будто бы не знаю вот вы хотите сделать этот мир идеальным к прийти вот какой-то некой утопии вот в этом есть как раз таки безумство в том чтобы мир ну стремиться чтобы мир был идеален вот это утопия и это безумие почему безумие потому что ну так живут только на тонком плане да а физический мир он для того и создан как площадку чтобы в этом развиваться поэтому чем больше какие-то несовершенствования вот в этом и есть прелесть то есть как раз таки вот в дьяволе и есть это прелесть что он разнообразен что он не похож вот что я говорила по девятке монет он уникален вот в своем сумасшедстве до каждый уникален по-своему каждый сумасшедший уникально по-своему один видит в себе там наполеона другой видят например сталина и вроде бы все видят иллюзию но с другой стороны видят эту иллюзию по-своему вот в это вот в этом вот вся прелесть есть такое чувство что вот вы как будто бы этого не видите ощущение что вы слишком серьезно подходите к своей какой-то роли то есть если бы вы были неким таким надзирателем карателем то вы слишком бы серьезно подходили к этой задаче в плане того что вот там зачищая очищая от таких людей этот мир да я его делаю лучше но при этом именно благодаря вот этих вот этих людей на которых карает благодаря им мир как раз таки становится дуальным и вот это вот дуальность она дает некую такую свою красоту да некую такую гармонию потому что еще расскажу если бы все было идеально то совершенство и тогда было бы нечего и расти тогда не было такой задачи то есть когда есть вот дуальность когда есть не идеальность отклонение от баланса это и является одновременно стремлением к тому чтобы прийти к этому балансу то есть когда все в балансе куда стремится то что делать здесь вот такое ощущение что вот этого как будто бы понимание а в взаимоотношениях у вас нету поэтому что вам нужно сделать вам нужно это посмотреть что на самом деле ваш дьявол является площадкой для развития вот я сказал и выпала верховная жрица да это и есть ваши ваши знания по двойке монет что я говорила темную сторону вот изучая темную сторону вы как будто бы больше ее освещаете больше ее понимаете больше расширяете как-то свое сознание выходите из своего повешено вот повешено мы закончим выпадает на повторе то есть ваше залипание она будет как-то вот проходить да есть так можно сказать то есть вы залипаете почему потому что но теряете нить повествование своей жизни если вы будете понимать что чем в каждой тьме всегда есть свет и ваша задача увидеть этот цвет и вот из-за того что есть эта тьма и это хорошо и это прекрасно потому что так вы понимаете контраст да то есть контраст должен через контраст мы все познаем в сравнении и понимание и таким образом вы растете тогда вы не будете входить в повешенного да что в каком мире я живу да там есть на вокруг жесть все гады а я один такой не к селу не городу вот вам нужно просто посмотреть краски по повешенным под другим углом под другим ракурсом вообще прекрасные два аркана что повешенные что дьявол до арканы духовного роста и развития вот такая то есть что вам нужно сделать надо вам это увидеть если вкратце прелесть мы я не говорю о том что вам ее выбирать надо но увидеть ее ее функцию ее задачу такой вот у меня был для вас сегодня расклад я благодарю вас всех за внимание как обычно ожидание у меня одни реальность от расклада другая вот но надеюсь что было полезно прощаясь с вами до пятницы всего самого лучшего всем пока пока